Все дети любят ходить по лужам, но чтобы измерить глубину этой, ни одних сапожек не хватит. Детский городок во дворе дома 56 на проспекте текстильщиков больше похож на аквапарк, на очень грязный и зловонный. А здесь же болотина. Вот этого дома, самый тут он построили, а детям не подойти. Не болото, а не зина, причем никогда не просыхающее. Прежде чем ставить горки и качели, площадку нужно было поднять. Местные жители говорят, что городку несколько лет, и дети тут играют крайне редко. Очень жаркое лето, которое у нас не бывает. В основном у нас такая вот грязь, непригодна для детей. И запах постоянно идет с помойки, которая не ограждена почему-то. Раньше было ограждение. Его сломали, снесли и больше не восстанавливают. Двор на проспекте текстильщиков – наглядное подтверждение того, что за каждую мусорную площадку должен быть кто-то в ответе. С этого года управляющая организация обязана посчитать, сколько контейнеров необходимо тому или иному дому, обратиться в городское управление ЖКХ, согласовать место расположения площадки и включить ее в реестр. Вот эти дома, эти, эти, этот и этот, все дома, вот там три стоят бака небольшие. Все всегда перегружено, ветер все разносит. Вот сейчас такой ветер, он, конечно, все разнесет. Вот привезли вот ту вещь, собирать макулатуру, он какой-то, и все, оставили. Люди все сносят, сносят, но не привозят, не забирают, ничего. В общем, так это для галочки все сделано. Деньги платят, мусор летит, контейнеров недостаточно, ограждений нет. Помойка размером с двор. А ведь для детей двор – это целый мир. Такой вот неприглядный и дурно пахнущий. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иванова.